Аплодисменты 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 Век двадцатый на дворе, тёплый дождик в сентябре, исклетит пространство, а в Донском монастыре сладко спится на заре русского дворярства. Век двадцатый на дворе, тёплый дождик в сентябре, исклетит пространство, а в Донском монастыре сладко спится на заре русского дворярства. Город Каринов. Это, значит, из новых песен. Песня к спектаклю, несостоящемуся, к сожалению, или безвремя смерти режиссёра, по Ленинградской студии театральной, по замечательной пьесе Арсенка Островского «Горящее сердце». Действие, если кто не помнит, происходит в конце девятнадцатого века, в уездах в городе Каринове, на берегу Волги, там купеческие всякие романы, страсти, но все идут на фоне, значит, там у любых купеческих детей, вместе с кем-то бомжами приблудными, деньги есть, ума не надо, там порядок спушек, будет шампанское, катаются по Волге, а в России, тем не менее, грядёт конец девятнадцатого века со всеми вытекающими последствиями. Вот, и они поют такую вот, как бы, загульную песенку. За рекой закат горит малиновый, вечером пускается налог, а в уездном городе Каринове сколько непролазное вокруг. Старики повсюду, да старушечки, как же ли потеш твою брыть, то ли снова выпали диспушечки, то ли бы с романку полюбить. А Лёха, то ли снова выпали диспушечки, то ли бы с романку полюбить. Для чего зазрелчиться в грамоте, ежели такие чудеса. То ли мне се свечка в храме тих, то ли мне направиться в леса. Выкленный реченьку на быструю, ежели кулешели тобой. То ли нам заделаться помистами, то ли нам удариться в забой. А Лёха, то ли нам заделаться помистами, то ли нам удариться в забой. За рекой закат, пока спали лиловы, тени собираются на юг. А в уездном городе Каринове сколько непролазное вокруг. И какую бракцерезолюцию ученим бы с вами дозреть. То ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотари. А Лёха, то ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотари. Спасибо за Новый год. Запланировать какие-либо ваши концерты в ближайшее время в Европейской части Российской Федерации. Европейская. Ну, если же театр парады Питера в Европейской части Российской Федерации, я скажу, а кто в Европе, собственно, так сказать. А началось, да, до 15-го числа у меня концерт был в зале Питера, в Финляндском вокзале должен быть авторский концерт с презентацией тех самых книжек, которые мы вам уже сегодня презентируем. Мне споятели Кончаковну, ух ты, какое познание, будь здоровья. Это же вообще никто уже эту песню не помнит. Сейчас я вспомню. Значит, это Ария Владимира Игоревича, которую Бородин не успел написать. Композитор. Дело в том, что Князь Игорь – моя любимая опера. Почему это так? Не только потому, что Бородин был химиком, как бы совмещал две профессии, а еще и потому, что у меня в книге, в книге вспоминаю об этом сказке. В первую жизнь я пал в Мариинский театр в 1938 году, в возрасте 5 лет, на сказку о царе Султане. И совершенно влюбился в этот театр, даже не в саму эту сказку, а вот обстановка, золотой бархат, там бархат ложь, настраивающийся театринские инструменты, тяжелый, огромный занавес, золоченый, какая-то роскошь, такая таинственная жизнь театра. И когда его разбомбили, и он сгорел, я помню, я ужасно там не был, я плакал, что все, эта жизнь не всегда уйдет. И когда я вернулся снова в Питер, после эвакуации уже в 1945 году, уже после первого года блокады, в 1942 году вы увидели по дороге жизни Ладожской вместе с другими детьми, я пришел, давали князя Игоря, это был 1946 год, отец меня приел в театр, и вел то же самое, бархатный занавес, тяжелый, золоченый, эти самые, бархатная ложь, золоченый, и я понял, что война кончилась. И для меня князь Игорь была стать самой любимой, именно по этому оперу. Так вот, значит, ну там было не написано, да, ну это глупость, конечно, что я говорю, но написал такую песню, я какого-то удачного. Мой конвой не захрапел, не дышит ровно, напрягает месяц ночи тетиву, выходи же на свидание кончаковно, на степную, на горячую траву, выходи же на свидание кончаковно, на степную, на горячую траву. Поглядив, ночи река течет небыстро, и кузнечики звенят, как бы венцы, зря друг друга уважают за убийство наши глупые и страшные отцы. Зря друг друга уважают за убийство наши глупые и страшные отцы. На пути, влияя за полками, не поеду, по напрасну над себя бельется кровь. Три войны не достигают той победы, как одна лишь разделенная любовь. Три войны не достигают той победы, как одна лишь разделенная любовь. Не укрою грудь горячую металлом, верный меч свой позаброшу и колча. Чем сражаться наши воины устали? Лучше нам с тобой сражаться по ночам. Чем сражаться наши воины устали? Лучше нам с тобой сражаться по ночам. Мой конвой не закрабел и дешит ровно, напрягает месяц, ночи, тетиву. Выходи же до свидания, кончиковна, на степную, на горячую траву. Выходи же до свидания, кончиковна, на степную, на горячую траву. Спасибо. С трудом вспомнил эту песню. О песнях Высоцкого, ну и все это есть у меня в книге, что это что-то раз говорить, что я считаю, что Высоцкого один из крупнейших русских поэтов 20 века. Со всей ответственностью. Соответственно, я думаю о его песнях, конечно. Спасибо. Второй удача. Вот так ты парк. Петербург, 1912, примерно 10-й год. Первое показательное выступление русских неуклюжих летательных аппаратов. Илья Муровец, русский Витязь и прочее, и прочее, и прочее. И стоят люди и глазеют, совершенно не представляя, что этот цирк под открытым небом когда-нибудь и вернется против них. Музыка. 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 Смутной егою может и слиться быстрый лик. Нам не забирит жизни суровый нынешний быт. Слышишь, от степью стереться снова топот копыт. Доли метели снежные мутанцы ищут улов. Доли навстречу танцам о званцах скачет глянёк. От Петербурга до Оренбурга трудно дойти. Чёрные бурги, зловные бурги, всё на пути. Не умолкает земле в югом дикой степи. Нам далеко навстречу, подруга, жди и терпи. От Петербурга до Петербурга скука и грусть. От Петербурга до Петербурга тянется русь. От Петербурга до Петербурга в стуке колёс. Жизной ветер, пыльную бурь в степи колёс. От Петербурга до Петербурга в стуке колёс. Жизной ветер, пыльную бурь в степи колёс. От Петербурга до Петербурга до Петербурга. Спасибо. А, и колонна, хорошо. Спасибо. 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 Родство по слову. Родство по крови порождает кровь. Родство по крови порождает кровь. Родство по крови порожает кровь. Спасибо. С �ятя. В чрез Critical, т.р. На рубеже зимы Костра смолистый дыб, бегущая вода Бьюную мечту вернуть уже не в силах Мало песен с ним певали мы тогда На Грушинском плоду, в Москве и на Курилах Распался тесный круг, необратимый впредь В сиянске, в юг, морозное дыхание Прощай, мой старый друг, с тобою нам не пить Прощай, мой старый друг, вернее, до свидания Прощай, мой старый друг, с тобою нам не пить Прощай, мой старый друг, вернее, до свидания От этих век грядут деды времена Наш век ушел давно, не вызвав ностальгии Эпоха новых смот, и новая война, и новое кино, и песенки другие, но душу укрепив для будущих времен, забыть мы все равно, не сможем эти звонки, где скачут по степи усталый эскадрон, и движутся сюда, к далекой Амазонке. Где скачут по степи усталый эскадрон, и движутся сюда, к далекой Амазонке. Когда-то у вас вышла пластинка, где было стихов, где было стихи о Пушкинской дуэли с Дантесом, а потом песня «Ах, поставил двор и руководитель 19 века». Когда-то она помогла мне выжить, как из стихи «Вспомните, прочтите, сходите». Спасибо большое, Алена. Сейчас вспомним. Там, как может быть, Дантеса, Юрий, что-то та самая история, некоторая, там было несколько спорей. Да, в Дантесе. Лежат поэты на холмах пустынных, и непонятно, в чем же корень зла, что в поединке уцелел Мартынов, и что слева Дантеса заберегла. Что сколько раз не приходилось биться, как ни была рука его тверда, не смог поэт ни разу стать убийцей. И остался жертвой всегда. Не ясно почему. Не потому ли, что был им непривычен пистолет, но бил со смехом Пушкин пулю в пулю, то за навскидку пробивал корнет. Причина здесь не в шансах перевеса. Была вперед предрешена беда, когда бы Пушкин застрелил Дантеса, как жить ему и как писать тогда. Пушкин застрелил Дантеса Ах, постоянные дворы, аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоянные дворы, аэропорты девятнадцатого века. Сидеть там вместе дутро, давайте с вами познакомимся получше. Ах, постоянные дворы, аэропорты девятнадцатого века. 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 Какая общность в этом есть, какие зыбкие нас связывают нити. Ах, постоянные дворы, аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоянные дворы, аэропорты девятнадцатого века. Пора прощаться нам, друзья. Окошко низкое, в рассветной позолоте. Неся нас в разные края, Ронутся тройки, словно в лайнерах зелена. Ах, постоянные дворы на аэропорте 19 века. 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 И мне говорят, ну что ж, Свою назови нам цену, Объявим, что ты хорош, Оставим тебя по сцену. Врачуют меня врачи, Кроят из меня Иуду, И мне говорят, молчи, А я говорю, не буду. Врачуют меня врачи, Кроят из меня Иуду, И мне говорят, молчи, а я говорю, не буду. Севастополь, пожалуйста. Спасибо. Пахнет дымом от павших зналя, Малопроком от битвы жестокой, Стан поздний вчера, пусть и он, И вступаю в враги в Севастополь, И израненный молнии солдат, Сотыкаясь на каменном спуске, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над горлою приспущенный флаг, В небе весь ароматичные стари, Вдалю будет последний моряк, Корабин на вухту оставив, И твердит он, смотря на закат, И на берег покинут и узкие, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что сурит наступающий год, Снова рема, командная в грязь, И остываю в последний бельбот, Покинающий грандскую присталь, И шепчу я, прищурив глаза, Не скрывая непрошенной грусти, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Спойте песни «Не женились поэты» Почему через Богу «И»? Спасибо вам. Спасибо от трех поколений, это понятно. И мы еще научимся. В общем, интересный порядок. Спойте песни «Не женились поэты» Это от трех поколений. Но это я прям на будущее. На будущее. Позабытые, недочитанные книжки, Над трудами шумные висели, Это бродят беззаботные бальчишки По арею в арховом пресенье. Им смеется солнышко в зените, Разгеты далекие рассветы. Не женились, не женились, не женились, Не женились, не женились, А это ненадолго хватит вашего терпения. Черный снег над головами кружит, Затерялись затупившиеся перья Между память ленточек и кружек. Не нашел книжный упрямый митиск, Леск любых готовых пистолеты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, Не женитесь. Поэтому в зимний вечер над святыми над горами, В зимний вечер пасмурные английские, Не грустит портрет тяжелая в раме, И взевают солнышко в туристе. Ткет метель серебряные нити, И белый бух над гробем одеты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, А это не женитесь, не женитесь, не женитесь, Не женитесь, не женитесь, а это не женитесь. Спасибо. И противоположная по смыслу песня Бахайский храм. На вержере кармель, где стоит монастырь кармелитов, У подножия ее, где могила пророка Ирии, Где склоняюсь к католике, к небу возносят Марии, Евреи, качаясь, возносят по ритмой своим, А за ночь там купола в синих лучах полыхает, У приехавших морем и сушим всегда на виду. Возвышается храм на военной веры Бахай, Возле сада, светущего трижды в году. Возвышается храм на военной веры Бахай, Возле сада, светущего трижды в году. Этот сказочный храм никогда я теперь не забуду, Где все люди вокруг, между собой в постоянном ладу, Одинаково, что там Христа, Магомеда и Пунту, И не молятся дома, сажают деревья в саду. Здесь вошедшие хлебья обнимают прокладные тени, Здесь так глупых цветов, изгояния животных и птиц, Окружает тебя сочетание странных растений, Что не знают границ, что не знают границ. Охружает тебя сочетание странных растений, Что не знают границ, что не знают границ. Могу я вспоминать посреди небоголки морозов, Лабиринка дорожек, восклонов сбегающих в рис. Ведь над сине морской роз спускается чайная роза, И над жаркой розой недвижний паривки, парис. Мы с тобой войдем в этот сад, наклоненный пологом, Перед тихий птиц над цветами закружится в лоб, И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога, Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога, Ибо Бог есть любовь, ибо Бог. Ибо Бог есть любовь. У меня был странный случай в городе Портленте 2 года назад, когда я пел эту песню, Повещение церкви. Там часть святой церкви, там католическая святая церковь. И был паспортный день, и когда на строчках... Я зал ахнул, я не понял, что там произошло, потому что я это унизил. Потому что через витраж пробился вдруг луч солнца, И упал на мою высину. На этих строчках. То есть непонятно. Явлечение даже скоро было понятно. Так, уже спели, спасибо большое. В городе 19-е века, да? Хорошо. С Новым годом. Спасибо. Прочтите, пожалуйста, стихи «Определение дома». Прочту я немножко попозже, ладно? Я уже когда буду. Будем завершать, не буду смотреть час-то на часы. Как пишет мой друг у Деван, время рьется как вино. Сразу отовсюду, а каждый видишь, ну и сдаешь посуду. Спасибо. Так, Севастополь, Жавра, Маша. Да, понятно. Ну, историю песни я однократно рассказывал. Вот. Такая не очень стандартная, скорее, написанная на Украине. Спасибо. Под них наша дочка замечательно засыпает. Спасибо. Это замечательно засыпает. Используйся «Тихий океан». А, и вторую песню, я понял, какую. Умеченную песню «Рахиль». Давайте сначала «Рахиль», спою, а потом. Подбирая щеку рукой, от житейских устах невзгод. Я на снимок смотрю с тоской, а на снимке двадцатый год. Над местечком клубе сапы, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме двенадцать лет. Над местечком клубе сапы, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме двенадцать лет. Под зеленым ковром травы, моя мама теперь не лежит. Ей защиты не стал улыб, ненадежный Давидов щит. И кого из моих родных, ни на руках, ни на руках зову. Кто стареет в краях иных, кто убит и лежит ворву. И кого из моих родных, ни на руках, ни на руках зову. Кто стареет в краях иных, кто убит и лежит ворву. Завершая урочный бед, солнце печется за горой. Двадцать первый тревожный бед, начинает свой год второй. Выгорает все только вы, старый город вам глубокий отец. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке двенадцать лет. Выгорает все только вы, старый город вам глубокий отец. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке двенадцать лет. Пусть поет ей весенний хор, пусть минует ее с лица. И глядят на меня в упор, юных мамы мои в глаза. Отпусти нам Господь грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке двенадцать лет. Отпусти нам Господь грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке двенадцать лет. Это была старая песенка на близком, далеком, восемьдесят шестом, наверное, все-таки, году. От шансового леса, говорим о какого-то шторма, в районе Курильских островов. Резь последняя на огне, станкой ветки сброшен, Утро летное вполне, а в глазах туман. Не дари прощать мне ни цветов не брошек, Подари мне на прощание тихий океан. Там волна стирает камень, закипая в пене, Там сыруем, соль комками, смакивает звук. Там внизу, под облаками, шторм будет осенний, Там стоит над облаками остров и троп. Там внизу, под облаками, шторм будет осенний, Там стоит над облаками остров и троп. И когда зальет вода крупное окошко, И покатится тайфун, тучи, деревья, Я гребущий океан, полюблю немножко, И немножко научусь понимать себя. Будет осень заживясь, медленное пламя На крутом и на горячем краешке зимы. А зачем боимся мы так своих желаний, А штормом за остров прячется словно корабли? А зачем боимся мы так своих желаний, А штормом за остров прячется словно корабли? Не спеши переживать, мины мои хорошие, Что вина не наливать нам один знак. Не дай прощать мне ни звеном, не брожек, Подари мне на прощение тихий океан. Не дали прощать мне ни свином, не брошен, Вонарь мне на прощание тихий океан. Песня строителей русского флота. Ладно, мы к ней уже прибираемся. Давайте я прочитаю стихотворение, из-за которого я самоснажал книжку «Регенда о Добе». Простереку прочитать. «Жил я достаточно долго. Где я умру, неизвестно. Определение дома, определение места. Все опознать о Васильевсе, запечатлеть его слове. Я родился на Васильевском. Мать и отец в Могилевле. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует мне правильно, что мне считать своим домом? Налураган меня галсами с яростью невыносимой. В спальный мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчевал над океаном бездонным. Кто объяснил мне доходчиво, что мне считать своим домом? Долго не ведал я палубить истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках. Там, где для мыслей подобных попросту не было времени. Определение дома, определение племени, Жившись стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругой, Если бы не появлялась другая, таинство детского репета, Блин, что останется комом. Кто объяснить мне бескрепетно, что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могиле. Дом мой, в локаду разрушенный, люди обжили другие. Неопротиво потеряно все, что с рождения доно нам. Кто объяснить неуверенно, что мне считать своим домом? Город, желто-медовый, этот заснеженный мыслью, Определение дома, определение смысла жизни, Что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опоры. И когда на сердце тяжесть и холодно в груди, И в соберем втором этаже, Я в сумерке притер, где без питья и хлеба, В забыблевых веках, Атланты держат нервы на каменных руках. Атланты держат нервы на каменных руках. Держать его махину не над со стороны, А дрыжные спины, колени сведены, Их тёжая работа важней этих работ. Из них ослабнет кто-то, и ябро упадёт. Из них ослабнет кто-то, и ябро упадёт. А в тем заплачут дом, Полы глядят в порядке, И в сами грехли воду, И кончится зеря. А ябро год от года, Всё давить тяжелей, Прожит оно от года, Ракетных кораблей. Прожит оно от года, Ракетных кораблей. Стоят они, ребята, Тончённые тела, Поставлены когда-то, А следа не пришла, Их свет не мной не радует, И ночью не до сна. Их красоту снарядами Уродует война. Их красоту снарядами Уродует война. Стоят они навеки Выпёршим в беду, Небо и человеки Привыкшим к труду. И жить ещё надежнее До той пары пока Атланты не надержат На каменных руках. Атланты не надержат На каменных руках. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем приглашаю В конце следующего года сюда же На следующий новогодний праздник. А вы это уже халдарь? Вот. И сядьте на две недели. А я рождаю Саносову. 20-й год. Вот. Что вы там собираете? Еще 9 января мы тут будем петь. А 9 января, несмотря на бывшее кровавое воскресенье, которое решили отменить, здесь будет спевка. Споем вместе. И вот такое мероприятие, многие знают. Будет, например, то же самое, но у вас будут тексты. И там 9 января посвящено мне. Не то, чтобы я там не стреляю, а для того, чтобы спеть. Посмотрим, что из этого получится. И то же самое, приходите. Да, хорошо. Вы обещали спеть песню строителей русского флота. Я не уверен, что надо сотый раз рассказывать эту историю. Все ее так знают. Давайте я просто... Если кого не знают, я писал русскую народную песню в свое время для кинофильма «Посвящен трехсотлетий Петра I». Писал в советские времена. Потом времена поменялись, и к трехсотлетию русского флота песня эта вышла на диски. Кстати, по-моему, тут есть еще «Моряк покрепче живут слух». Для ее исполняются прожили народных инструментов, хор, пушки и всякое такое. Но у нас этого ничего нет. А все началось с того, что режиссер потребовал, что в песне отразил все, что он скажет для фильма. Там была и технология строительства паровского флота, и православная религия, и тяжких лет крепостничества, и, значит, достали самознание народа, выходящего в природу морские просторы, и, значит, все, дал благородную ключи сделать, плюс отразить войну со Швецией. Вот я попытался все это в одну песню вколотить. Чего получили? Смотрите. Итак, пусть и не вы, начало восемнадцатого века, за кадром, стук топора, народ строит флот. Мы, народ, артир, дружим с топором, в рощи корабельной солнце подберем. Эх, православный глянь, с берега народ, погляди, как Ванька, по морю плывет. Православный глянь, с берега народ, погляди, как Ванька, по морю плывет. Один из церквей, знаменем Христа, вызвалю с молою крепкие борта. Эх, православный глянь, с берега народ, погляди, как Ванька, по морю плывет. Православный глянь, Смеленно народ, то летит, как Ванька, а море плывет. Девку с голой грудью я изображу, А медную орудью дом заряжу. Эх, ты мордирогрянька, нам тучи дымот, Ну расскажи, как Ванька, а море плывет. Ты моя теганка, нам тучи дымот, Ну расскажи, как Ванька, а море плывет. Тяжелись над нами, парская лоза, Вели нас кнутами, брали в железа. Эх, ты мордирогрянька, от своих ворот, Как Ванька, а море плывет. Ты мордирогрянька, брать свой народ, Как Ванька, а море плывет. Море наша сила, а море наша жизнь, Веселись, Россия, Швеция, держись. Эх, ты мордирогрянька, с берега дорог, Мимо русский Ванька, а море плывет. Эх, ты мордирогрянька, с берега дорог, Мимо русский Ванька, а море плывет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот знав, что я приехал в Иркутск, геологи со всей грязкой тайги из Байкала отовсюду приехали на меня поглядеть. И они приехали в такой своей прозадежды, в штормовках, как из моей юности, на наезде ход вроде же кто-то приехал. И вот, значит, перерыв в фойе, выхожу я в Антракте и за мной стоит какой-то здоровый бородач и говорю, говорю, ой, интересный там чек, приехал. А вся наша песня знает. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а сколько и все это, так и все. «Психи» Все берегаты, На это место, а уж нету карты, Плывут вперед по адресу. Там где-то бары живут на свете, Друзья себя завод к камену. Владеют камни, владеет ветер, Моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер, Моей дырявой лодкою. В бочереке я на утро выйду, На утро лето кончится. И подавать я не должен виду, Что убирать не хочется. И подавать я не должен виду, Что убирать не хочется. И если с тобой кто-то Не стоит долго мучиться, Люблю тебя я до поворота, А дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, А дальше как получится. Все великаны, великаны, Позволь мы их по адресу. На это место, а уж нету карты, Плывут вперед по адресу. На это место, а уж нету карты, Плывут вперед по адресу. С Новым Кодом! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, дорогие друзья, на встречу. Ну а только сейчас нахожу все налево, И всем все буду подписывать. Счастья вам и здоровья в наступающем году. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ